Этот сигнал на дорогах научились уважать. Людей в желтых машинах ждут там, где нужна неотложная помощь. Сейчас служба скорой медицинской помощи в Сочи одна из самых оснащенных в России. Наталья Ропотова 12 лет борется за жизнь сочинцев. Она, как и многие ее коллеги, работала на Олимпийских играх. Говорит, что это была отличная практика. Плюс получили новейшее оборудование. Теперь всех больных довозят до больницы живыми. Более современный дефибриллятор и вся аппаратура более современная, она более щадящая. Можно даже проводить, если поддержку дыхания, например, делать искусственную вентиляцию. Во всех современных режимах, которые существуют, которые безопасны. Такие реанимобили, а их на станции 20, тоже получили перед Олимпийскими играми. Вообще, если говорить об автопарке скорой помощи, то его заменили на 100%. Машины выбирали прежде всего по техническим характеристикам и комфортности. Их закупили даже больше, чем сейчас нужно городу. 97 санитарных автомобилей. Брали с перспективой на развитие курорта. Ведь за последние пять лет рождаемость в Сочи увеличилась в четыре раза. Август месяц для нас был, конечно, очень тяжелый. Это связано с большим количеством отдыхающих, которое было в городе. Мы по максимуму увеличили количество бригад. По статистике, да, у нас сегодня 470, по-моему, 5000 населения. С учетом норматива на 10 тысяч населения одна бригада, так у нас все равно получается больше на сегодняшний день. Но больше это за счет того, что все-таки мы предусмотрели, да, то, что будут отдыхающие. И увеличили еще больше, чем положено. Но без диспетчерской службы, которая сегодня оснащена по последнему слову техники, говорят сотрудники скорой, по-настоящему экстренной помощи оказать нельзя. За передвижениями бригад скорой следят при помощи системы ГЛОНАСС. Передатчиками оборудованы все автомобили. Кстати, сегодня в скорой помощи работают почти 800 специалистов высшей категории. Все они получают высокую зарплату, нуждающимся предоставляют служебное жилье. Это наша кухня. Конечно, еще не все готово, но в принципе стола не хватает и шторы. Ну, это маленькие недоработки. Мария Галакова работает фельдшером. Новоселье исправила несколько дней назад. До этого ее семья, двое взрослых и трое детей ютились у родственников на 16 квадратных метрах. Теперь у самой взрослой дочери, Дарьи, есть даже свой мини-рабочий кабинет, где она готовится к занятиям в школе. Город планирует расширить сеть филиалов станции скорой помощи. В частности, уже готов проект по строительству подстанции в Эмеретинской низменности. Это, по мнению муниципалитета, позволит улучшить доступность экстренной медицинской помощи населению в непосредственной близости от Олимпийского парка и приграничных поселков. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.